Также в Тольятти глава региона поздравил социальных работников. Службе в этом году исполняется четверть века. О праздник тех, чья профессия помогать людям, масштабно отмечается в Автограде третий год подряд. О благородной миссии тех, кто обычно остается в тени, Алена Алешина. О том, что доброта и милосердие порой лечат лучше лекарства, здесь знают не понаслышке. В изоляторе Тольяттинского дома ребенка дети тяжелые, с патологией центральной нервной системы. Наталья Фролова проводит с ними сутки напролет. Уколы, системы, ингаляции и элементарный уход. И так уже 21 год. Сложно это больше морально сложно, потому что нужно привыкнуть к детям, и вот эта вся обстановка все равно складывается, так как патология. Чувство какое-то как долгое, внимание, ну и какое-то материнское чувство еще с другой стороны, потому что это больше забота и уход у нас здесь. На десяток больных один здоровый. Такой указ был издан еще в Петровскую эпоху. 315 лет назад в Царской России начали создавать богодельни для больных, нищих и стариков. Они стали предшественниками современных социальных служб. Их профессия – помогать людям. Казалось бы, дежурные слова, но в их чутких сердцах реально нуждаются. В одном только Тольятте ежедневно социальную поддержку получают десятки тысяч пенсионеров, малообеспеченных семей и инвалидов. А всего в регионе этот нелегкий труд выполняет 20-тысячная армия социальных работников. Социальной защите Российской Федерации скоро будет 100 лет. В этом году мы отмечаем 25-летие специальности «Социальный работник», 25-летие службы семьи Самарской области, которая является уникальной. Хочу пожелать, конечно, жителям Самарской области, большинство из которых является нашими подопечными в той или иной мере, чтобы как можно реже была нужда в социальной поддержке и в услугах социальных работников. В центре внимания социальной службы – человек. В свой профессиональный праздник внимание уделяют тем, кто обычно остается в тени. Знает свою работу, работу службы от А до Я. Лучших в профессии по традиции поздравляет глава региона. Почетный знак «Заслуженный работник социальной защиты населения Самарской области» и денежную премию. Получает одна из первых социальных работников Комсомольского района Марина Авенировна Баринова. Уважаемый Николай Иванович, спасибо вам за то внимание, которое вы постоянно уделяете нашей профессиональной деятельности. Вы всегда с нами, мы это чувствуем. На сцену под аплодисменты коллег поднимутся еще 10 человек, среди которых и медицинская сестра от Альятинского дома ребенка. Все, кто выбрал эту нелегкую и ответственную профессию. Люди особых человеческих качеств, говорит губернатор. Это работа особая, это, может быть, из бюджетных профессий, с которыми мы имеем, прежде всего, государство дело, пожалуй, самая такая и сложная, но самое, может быть, главное не в сложности, сколько нужно человеческой души, широты, доброты, сердечности, для того, чтобы по-настоящему реализовывать те задачи, которые перед вами стоят. От качества вашей работы, от профессионализма вашего, зависит в итоге стабильность во многом в обществе. Залог стабильности – высокая явка на предстоящих выборах, и здесь социальные работники могут помочь. Объяснять людям, насколько важно быть сплоченными и не поддаваться провокациям извне. В Тольятти уже были попытки использовать недовольство людей, чтобы раскачать ситуацию. В свою очередь, глава региона заверил, что власти будут делать все, чтобы в непростых экономических условиях продолжать оказывать поддержку и тем, кто нуждается в помощи, и тем, кто ее оказывает. Алена Алешина, Андрей Авдеев. Новости губернии. Тольятти.